Доброе утро, брат! Доброе утро! Бодрствуешь! Хоронишься на молитву мне-то! Сейчас, сейчас, Иван Тихович! Да, счёте, да, как там? Да я, это, я звоню по делу. Фильм вчерашний-то закачал, а он там закачался неправильно, в общем, я хочу зайти в вас, и надо по-новому его там закачать. Давай, ну, чтобы не забыть, в самом начале я хочу сказать, что сегодня ко мне, видимо, Виктор зайдёт, и он вчера уже начал нас там прорабатывать, потому что всё необычно с английской визой. Онлайн надо только загружать по одному вопросу, с переводом, а они там налеплены. Ну, как-то начнём помаленьку. Потому что обращаться не знаешь, к кому и как, и за что. Всё равно, в любом случае, надо ехать в Новосибирск, сдавать отпечатки. Так, там Ювер. Хорошо, сейчас, минуточку. Давай, у меня. У меня вчера аппарат дали, аппарат всё-таки добились. И вот я теперь не знаю, как я там буду с ним. Ну, чувачки люди носят. Давай, пароль. Шесть, семь. Четыре, семь. Шесть, семь, четыре, семь. Верхний надо? Ну, скажите, на всякий случай. Девять, два, три. Так, сейчас, секундочку. Девять, два, три. Девять, два, три. Это верхняя ИД. Потом два, два, три. Два, два, три. Да. А потом девять, семь, два. Девять, семь, два. Девять, семь, два. А пароль ещё раз скажи. Шесть, семь. Шесть, семь, четыре, семь. Потом вы как-то, что будет, скажите, чтобы я ещё не трогать-то. Потому что, ребята, вот я вчера предупреждал, не задевайте вот такую там, которую вы показали-то. А потом лёг уже спать и думаю, как, может, они задели, да, выключили у вас. Да, они, наверное, задели что-то. Ну, я наказывал. Так что, прости нас. Мы, я тут не могу следить за этим делом. Показал, всё, ну, надо было рядом сидеть и смотреть. Так, один вопрос пока делайте, свои дела. Тот, который, вот, рассказывает, как он обмирал и беседуется с Куратовским, это один и тот же, что ли? Александр. Да. Один и тот же. Я так подумал, но, думаю, переспрошу. Человек, его, знаете, в чём дело? Тут, в общем, его сейчас многие, вот, протестанты к себе тащат. И за счёт его они так прославляют себя, прославляют, понимаете, как? Да, я знаю это, они любят таких. Они любят, да. Вот у нас приехал тут один, но я на работе, дежуре, недалеко от милиции, и какой-то, я говорю, цыган, бывший батюшка православный, и перешёл к баптистам. А говорит, это пришёл, ну, его жена у нас члена община, тогда ещё община-то не было. Я тогда перезвонил с ним и говорю, а, это, как так, цыганы? Я вообще цыган верующих не встречал по-настоящему, нет, это батюшка, они там за него ухватились, представь, священник и ушёл, ушёл к баптистам. Ну, я говорю, своих послал туда, я говорю, вы его пригласите ко мне на работу-то. А правда он пришёл, ему, видимо, что-то сказали такое. Вот маленечко, только сейчас закончу. Я стал беседовать с ним, ну, а как проверить? А он писание кое-где ухватил, даже цитирует. А я по священнику, скажи теперь, возгласы такие-то там, как? Сугубо их тенья? Он ничего сказать не может. Я вижу, он мошенник. Я тогда позвонил в милицию, милиция приехала, его забрали. Ну, а потом маленько поговорил, я пошёл, стал с ним говорить. Он как разошёлся, да это кто такой человек пришёл? Какой? Я не верю, никакого бога нет. А я трубку снял этому, который его хвалил-то, баптист. Я говорю, слушай внимательно. А он у них дьяконом. Ты слушай, ты его голос знаешь? Конечно, он у нас выступал два раза. Слушай внимательно. А я ему опять спрашиваю, а милиция за столом сидит? Я говорю, как же вы назвались священником? Это же мошенство. Я священником? Я никогда в церковь не ходил-то. Что он говорит, батя, я знать не знаю. Как он на меня поволок. И всё, баптисты любят таких. Они не разбираются, не разборщивы, говорится, всеядность. Это я знаю. Тут надо смотреть. А он-то недавно, он же три года как пришёл к вере, вот, и он не читал практически ничего, ни отцов не читал. По сути, и Библию-то не знает, вот, Писание не знает. Они ему не дают не читать, понимаете. Они его таскают по всей стране, вот, и он в разных городах проповедует. Ну, я... И они его... Ну, ну, говори. Ну, вот он этот опыт рассказывает. А у него есть, даже слово есть у него. У него... Надо брать определённое местописание, добивать до конца, и он должен здесь, на этом месте, встать на колени, или поднять руки, или сознаться, что он мошенник. Тут миссионеры так, вот, правильно, всех, ну, по-внешнему. Олег Синяев ведёт. Ну, и он в конце, опять же, давайте, паломнические группы, он не может из этого выйти. Он заложник. Иначе они его сметут, свои православные. У меня встречались такие неоднократно. Ну, особенно они через женщин приходят. Своя Маринка у каждого. У меня своя Маринка. Я выехал на Сибирск, приезжаю, домой захожу. Ну, ночь. Открыли дверь, а у меня нащуют. Сестра одна нащует. Из-за шторки выглядывает какой-то. Я говорю, а это кто? Да вот тут брат был, он там лечит от алкоголя. Он лечил даже сына у Брежнева от алкоголя. А у Брежнева сына-то не было никогда. Всё, там такие вещи рассказывают. И называется он как... Я не стал ужин делать, а он оттуда говорит, я рогалики люблю такая это. Ну, как коралька. Я говорю, какие у тебя тут рогалики среди ночи-то? Я посмотрел так, маленечко поговорил, лёг спать, помолился. И внутренним духом вижу мошенник. Утром встал поговорить. Я говорю, у нас у бабок, а он какое-то лекарство даёт. С Москвы приехал. Я говорю, ну а как ты? А если это отрава? Ну, всё, сильное лекарство. Его, говорит, как верёвку скрутит. Я говорю, так он уже помёт. Ну, а потом раскрутит, раскрутит врач. Терминология какая. А мы в церкви, в храме, при храме работали дворниками. А я мимо милиции ходил, посмотрел, там разыскивается такой-то, на него сильно похожий. А похожий на Лунощарского Анатолия Васильевича. Это министр просвещения у Ленина был. Я эту фотокарточку вырезал, наклеил на картонку, а он в храме стоит, молится. Бабки его там уже ждут, обихаживают. А я потихоньку его вызвал и говорю, я в милиции там вот был. Так на стене там стенд висит, это не ваш. А в сумерках так. Я ему показал эту фотографию, это и вот. Он, видимо, сам себя признал. Ну, может быть, это и не он. Он потихоньку вышел в другие двери-то и через ограду перепрыгивал в церковной ограде и удрал. И больше нет. Бабки вышли, а где он такой? Я говорю, в командировку последующую ушел. Ушел ваш кормилистый. Да он не может, он никого не лечил. У прежнего сына нету. У него дождь. Дождь у него. Запилась, она так и умерла. Запилась. Бабкисты, они люди хорошие, откровенные, искренние. И так я рогаликом, я его не покормил. Ну, два раза-то накормили. И жена приняла его с одной сестрой, перевели. Я говорю, у меня дома не было. Как вы могли? Ну, такой человек, ему надо, он так нуждается. Бабы. Прямо, ой-ой-ой. И с ним вместе в одной комнате спать я ложусь и до ночи-то что угодно может сделать. Простодырый народ пошел. Я вижу, что навык... Батюш, поэ... Ага. Я про это, он собеседник, это его. Навыка там в миссионерской работе совсем мало или почти нету. Миссионерская работа так не ведется. Давай доказывать, какие хорошие храмы у нас, какие батюшки. А он, вопреки, говорит, знаю плохие, я приближаюсь, хочу стать православным. Я говорю, что столько лукавства. Там незнание, тут лукавство. Брать нужно определенно, как говорится, за жабры. А одно место писания. Он до крещения-то никакой роли не играет. Там это вроде так, это... Я знаю, это баптистка. Я открываю ему деяние 22.16. Приходит Анания. А кто Анания? Не знают. Жития, говорит, это епископ был в Дамаске. И он говорит, брат Саввул. Не Павел, Саввул. Что ты медлишь? Встань, крестись, о мой грехи твои. Вот здесь начинает, говорит, скажите, он братом его признал. Он не может собеседник не признать. Да, признал. Значит, он брат уже. Член общины, как вы говорите. Зачем бы он брата называл, когда отошел лютый гонитель? Лютый гонитель не брат, а враг. Ну, да. А где прощение было? Ну, он раскаялся три дня. Раскаялся, да? Ну, раз раскаялся, грехи Бог ему просил. Ну, конечно. А теперь слушай. Что ты медлишь? Встань, крестись, о мой грехи твои. Он что омывать-то будет, когда прощен это? Гляжу, глаза у них начинают подниматься к колбу. А потом в разбежку пойдут. А почему он сказал, что ты медлишь? Потому что умрешь к вечеру. И в грехах будешь. Да грехи где? Прощаются. В стихе прямо говорится. Крестись и о мой грехи твои. А этот, о котором Александр-то беседует, он говорит, да крещение это только так, это обряд, это никакой роли вроде не играет. Это они его пропитали ядом своим. И собеседник его не осадил здесь. Его дал бить на этом стихе. Крещение это таинство. И ни один не может объяснить, что таинство это значит, таинственно, незримо совершается благодать Божия. Таинственно. Тело омывается водой, а душа кровью Христовой. А мы ты кровью Христа. Где в крещении? Откуда известно? Деяние 2.38. И вот за второй стих теперь надо брать было и давить его на этом стихе. Люди спрашивают, что нам делать, чтобы спастись. Петр определенно говорит. Три пункта. Первое. Покайтесь. Вот Саввил это сделал. Второе. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христом для прощения грехов. А все говорят, крестится. Не просто. Для прощения грехов. Еще непонятно. Одно предложение. Второе. Одинаковое. Для прощения. Прощение не в покаянии, а в крещении. Вот почему с рождением свыше. И третье. Получить дар Святого Духа. Хотя третий момент, когда необыкновенная, экстраординарная обстановка, оно перейти может на второе. Вот как дело-то обстоит. А ему собеседник не может ни возразить, ни отставить. Это не миссионер. Миссионер. Это Антонио Великий. Он говорит, я никогда в своей жизни мирно не беседовал ни с одним эритиком. Это не Игнатий. Интонацию ловить не надо. Ни разу не беседовал. С ним иногда разговаривать с желанием привести их. Кротко, смиренно, но по Песченному Писанию. По Библии, по Святой. А здесь как будто Библии нет. Баптисты могут показать. Тут Александр был прав. Я был там. Люди, которые молятся, собираются вместе. Они любят друг друга. Господь не по этим признакам узнает. Во имя Иисуса Христа. Во имя. То есть, а где имя Его? В Святой Библии. А они здесь ни одного места под себя не могут подгрести. Ни одного. У них совершенно не на месте крещения у Библии. Да и крест это опрокидывает в гроб кладут. А не в смерть. Ну, к нему бы с вами побеседовать. Вот дали бы ему урок. Ну. А вы не хотите? Я отказался от него. Я, потому что, как говорил, я теперь еще больше увидел, какой он. Нет, это. Там у него просто статлившая в душе. Его очень и очень. Тут должен быть молитвенник большой, не я. Тут должна быть целая братская какая-то община молиться о нем. Там легион дьяволов, демонов оккупировал душу. Он не сможет никому теперь не рассказывать об этом. Хотя там он ничего не видел. Заклинает. Бог меня да отправит в ад. Да разве святые так делают, чтоб поверили? Верят или не верят, сказал, отошел. А он не верит. После первого-второго разумления отвращайся. А что заклинать-то себя? Он как ветхозаветний иудей. Меня пусть Бог, то есть это самое главное. Любыми путями, чтоб ему поверили. А что поверить-то? До конца я слушаю опять. Ничего там у него не было. И верить нечему. А именно его авторитет на этом. Если говорит он неправду, это доказано. Значит, всем понятно, это большой шулер, обманщик. Артист. Даже связу может пролить. Он еще не утвердился. Он в поиске еще. Он пока и ищет. А увлекают его. Ему не дают даже, просвещаться не дают. Они ему звонят день и ночь. Вот так. Тащит его, чтобы он рассказывал. По православному обращению. Я не люблю слово прелесть, но тут стопроцентно светящиеся фиолетовым нимбом. Ему ничего больше не надо говорить, а сказать, ничего по Писанию у тебя нет. Да он даже и не обмирал. Он просто видел, как в бессознательном состоянии. А в этом пограничном состоянии, Серафим Роуз говорит, тут никого, кроме демонов-то и не бывает. Тут дьявол обращает, как хочет. Чтобы ангел повел куда-то эту редкость. Да и какая его жизнь-то? И он сегодня, он бы оттуда, если вышел, было это божественное видение, откровение, как сказать, он бы обязательно пришел к истине. А истина, она его и даже не интересует. Он бы занимался священным писанием день и ночь. Стремился больше заработать. Деньги, чтобы были у него, чтобы помочь нуждающимся. Я говорю то, что мне пришло в жизнь испытать. Бесплодная вера соблазна для сердец. Она разрушает надежду в конец. Напрасные ущения, напрасные слова. Ведь вера без дел перед Богом мертва. Это у них такое песнопение есть, хорошее. Сегодня после обеда наши ребята, наверное, Сергей и Володя, пойдут помогать Гавриилу. Он переезжает. Его хозяйка там вышибла, увеличив стоимость за квартиру в два раза. 21 тысячу в Барнауле. Когда Барнаул это самый низкооплачиваемый регион. Это крупно. Ну, пенсия у меня пять с половиной. Это мне четыре с половиной. Три месяца надо быть бомжем. Один в месяц прожить в квартире без питания четыре месяца. Ну, ясное дело, что-то не то. Ну, я ничего не имею. Я ему варианты, какие даю, что жить. Вот у меня за стенкой жена там. Ну, только ночевать там. Для его вещей. Я в сарае даю место. Он не на улице был бы. Жена его тут приходила. Мы бы сделали, постарались. Но ему это не подходит. Другой запрос. Знаете, к чему сейчас... Сейчас я вам по паролям объясню. Вы спрашиваете, что это за цены. Это стоит не к истине, сайт столько стоит, а стоит моя площадка, житие.ру. Моя земля столько стоит. Ой, подожди. Что-то там прервалось. Может, он что-то нажал? Ну, я не знаю, сейчас мне трудно сказать. Что может быть, я... Вот сейчас видно. Она закачку ведет. Что-то... Нет, нет. Ага. А вы во сколько будете? Во сколько чего? Во сколько будете, он говорит. Во сколько будем-то? Ну, мы обычно приходим во сколько? Наверное, в 11. Да, примерно в 11. Пока литургия пройдет, да и собрание... Ну, может... Ну, да, так где-то... Ну, вы компьютер не отключайте. Компьютер не отключайте. Нет, 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 нет. Посмотрите, нормально все у вас работает. Еще не повредило это. Денис, закачка ведет, вот я показываю, видите, вот папка к истине, вот она. Ага. Вот она... Вот здесь вот находятся все мои пароли, доступы к моему сайту и к вашему сайту. Вот, теперь я вижу. Вот. Я сейчас... Вот, вы ее возьмите, эту папку. Я уберу. И куда-нибудь ее на флешку сохраните. А-а-а... Вот там. Вот она... Хорошо. Вот на какую-нибудь отдельную там флешку. Хорошо. И пусть будет там. О-о-о... Вон она где. Ага. Ага. Это логин, пароль-то, то есть вы его меняли столько раз? Ну, я, если буду менять, я буду вам сообщать. Вот здесь вся информация, все доступы вот к моему сайту и к сайту. Мой сайт называется житие.ру, а ваш сайт житие к истине. Ну, что же, слава богу. Я сейчас флешку достал. Я ее поставлю. Фу-фу-фу. Так. Ну, значит, если благополучно у нас это откроется все, ну, считай, 30-го, 31-го мы с вами встретимся в мае. Да я уже жду, ну. А вот посмотрите, пожалуйста, на... На состав. На рабочем экране. Вот здесь вот такие вот... Я сейчас подальше отведу эту стрелку к ним. Вот эти вот, что они означают? Вот. Их нельзя в отдельную папку убраться. Я ими не пользуюсь. Не вижу, что... А вот я не знаю. Что именно? Может вскрыть, посмотреть? Ну, вы выделите, а то я так... Я же не видел, что вы показываете. Вот она, вот она, вот она. Что тут? Я стараюсь заебежу, что не моя, я ее не трогаю даже. А у меня весь экран, я бы сегодня тоже начистить. Люди придут, тут можно нанимать все переводчики. Смотри, смотри. А я не знаю, что это. Не знаю, а я его вскрою сейчас попробую. Ну, кардыши-ка. Это не мое. А это не ваше. Ну, я закрою это его. Сейчас я его закрою, это мне не нужно. Это, видать, как раз то, что вчера делал Виктор. Остаток остался. Понятно. Вот, относительно... Ну, а составка? Отходите? Составка, это что? Нет. Я говорю, составка, и что делаете, где будете вы безымляться? Я вам не помню. Если я сверну вашу, от которой на экране, то можно свернуть, нет? Да пока можно, да. Ну, а свернуть, это не закрыть. Вот так, а то я вас и даже не вижу. Ну, вот я немножко еще отвлеку на эту беседу. Если когда-то коснется, в вашем присутствии будут беседовать, и беседовать люди... Слово деноминация, постарайтесь, чтобы у людей этого не было. Скажите, откуда это слово берете? Есть вера и неверие. Есть церковь и есть ересь. Зачем подменять слова? Святые строжайше запрещают это делать. Вот воры, они всегда говорят. Я сидишь с ним, и он не говорит, что своровал. Он вор, он сознается в шестой раз. Но он говорит, взял. Взял. Ну и правда взял. Но взял-то не свое. Чего ты дальше не говоришь? Если машину угнал, то не машину угнал, а просто на машине проехал, и все. Так и это. Будут беседовать, скажи, слова эти не употреблять, ну как для православных, и все духовность. Подбивайте их к этому свое... Я не могу так, я не могу так, как вы-то, говорить-то. Я принимаю с удовольствием, я отказываюсь, как могу, от слов-то лишних. Вот я сейчас перестал уже, к примеру, говорить некоторые слова, что вы не благословляете, вот я их уже не говорю. А так людям-то я не могу с такого говорить. Ну а просто сказать. Сказать-то можете вы. Ну, чтобы они знали. Скажите, этого слова нет. Давайте библейскими словами и по стихам. Вот определенность их по крещению. Покажите, как вот Александр говорит, да ничего в крещении там нет, это просто обряд. Где вы нашли слово обряд? Таинство означает таинственно совершается незримая для нас тайна. Вот допустим, хлеб преломляет, но незримо там уже тело Христова, вино в чаше, но незримо таинственно, таинственно, невидимо, кровь Христова. Это таинство. А преображение, таинства нет, там открыто он явился, и это не таинство. Вот такие слова. Незримо, вот таинство, день Пятидесятницы, сошли языки видят, а на самом деле, незримо Дух Святой охватил их сердца языки, языки на проповедь, в виде пламенных языков, которые у нас во рту. Они объясняют неправильно. И слова там, окормлять, каноническая территория, воцерковлять, вот эти слова поганых, ложных, тупиковых, православное имя фигурирует на каждом шагу. Их ни в Библии нету, и в жизни они ко Христу никакого отношения не имеют. И когда это докажешь, он совершенно опустошенный, как у Якуба Колоса в родственнике, как обмолоченный сноб, стоит, говорит, этот дьякон, и ничего нету. Ему надо показать. Ты мысленно представляешь, что ты на суде Божьем. А Бог будет судить по слову своему. По слову. Евангелие Диана 12, 48. Зачем вы, ребята, путаетесь? Это слово динаминация. У Бога нет этого. Это вы придумали, чтобы скрыть дьявольское разделение. Вот Сатана разделил людей на Вавилонской башне. Они перестали понимать друг друга. Они не могли работать вместе. Строительство, грандиознейшее того времени, было прекращено. Долгострой. Но антивавилон, антивавилон, это день Пятидесятницы, когда языки эти соединились в одном человеке. Напротив Вавилонской башни, Сионская горница. Вот это надо дать понятие. Теперь, ребята, мы будем беседовать не на Вавилоне, а в Сионской горнице. Мы должны понимать одинаково священное писание. А принцип понимания священного писания легко определить. Твое толкование, которое ты даешь, даже оно, если не твое, ты должен сравнивать со всей Библией, чтобы ни одно место Библии ему не противоречило. Иначе на таком толковании можно ни одно, а два, три построить и сотню. То, что я говорю о крещении, что там прощение. И обещание Богу доброй совести, это там. И погребение, это по писанию. А то, что там погребение, он стал другим, он стал совершенно другим, он думает, что другим. А если ты другой стал, еще на исповедь не идешь. Ты боишься. Ты скрываешь в себя глаз людей. Вот почему тебя страшит православная вера. Исповедь. Тогда грех сладким уже не будет. Это, ну, если он какое-то отношение к миссионеру имеет, к миссионерству имеет, человек, допустим, с православной стороны, то он должен держаться очень крепко за ризу Христа. Это сказал мой Господь. И не бежать. Он бросил, да что-то, нет, давай до конца добьем. Другие места Писания, которые, место говорит о том, что крещение, это просто обряд. Покажите. Я показываю, что это таинство. И там прощаются грехи. Да вот это там, да люди меняются, там младенец, он еще понимает. Собеседник немножко коснулся. 17 глава, где обытия и говорит, обрежь мужеский пол. Восьмидневный. Тебя не надо спрашивать зачем? Авраам же не спрашивал. Зачем спрашивать? И всякая душа, которая не обрезана, истребится. Так был обрезан ребенок или нет? А что это? Вступить в завет с Богом. Да как ребенок может? Написано, вы заключили завет. Его не упускать в 17 главе. И когда ты ему покажешь, что это завет, и в завет вступает восьмидневный ребенок, то в новом завете нет мужеского пола и женского. То есть и женщинам вступают дети. Тоже восьмидневном образе крестятся. Ветхозавет не было тенью будущих благ. Тенью. Так надо крестить? Надо детей крестить, но только там, где верить будут учить. Вот Осипов в этом вопросе, Дмитрий Смирнов, говорят абсолютно правильно. Правильно. Вот я об этом говорю, батюшки, но у нас-то с улицы не крестят, у нас этого нет. У нас-то проще это делать. Вот приехали, мы говорим, давайте, ну пока ты еще нам община не станешь, он, да что ты с ними, пошли вон, там священник сейчас дадим ему, и все. Я думал, тут бесплатно крестят. Он пришел на бесплатно. И вот теперь этому сектанту, или даже заблудшему православному, показывать Деяние 22.16. А теперь где он облегся? Облегся он не понимает. Это Галатам 3.27. Во Христа крестившиеся, во Христа облеглись. Ты покажи, где ты облегся. Облегся во Христа. То есть у тебя одежда вся соткана из стихов Священного Писания. А как узнать? А ткань, ткань, поперечная нитка и прямая. Ты знаешь это? Ну так, любая ткань. Так вот, теперь разберись, что одна нитка, это пророчество. 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 Они как нитки идут, тянутся. Ну а второе, смотри теперь по Священному Писанию Благодаря Духа Святого. Иначе ты голый будешь. Во Христе исполняются все пророчества. И он был крещён, это обрезан восьмой день. Зачем его обрезать-то? В завет вступить. Он дал пример. А в Новом Завете у Колоссин прямо говорится. Вы обрезаны обрезанием Христовым, быв крещены с ним. Что доказывать-то? Это обрезание. И никуда не уходить. Не надо там были в Корнилии, но дома дети не были. Это образ, тень будущих благ. И это были образы для нас. Авраам прообразовал нам крещение, обрезание. Кто это говорит? Павел, послание к Колоссянам. Вот и всё. И когда его додолбишь на этом месте, дальше беседовать он уже не будет. Иногда беседует, и человек сейчас соскакивает, куда-то бежит, убегает, возвращается, ему надо там что-то. Это уже подозрительно. Кто же его всё время так тревожит? Ты должен беседовать, не развалившись. Ты должен с великой крепостью беседовать. Напряжённо. В тебе огонь пылает. Ты переполнен благодатью Духа Святого. А это вот такое разжиженное собеседование, и едва-едва слова через губы переплёвывают. Это не христианство. Там никто не может обратиться. Если обратиться, подобно тебе будет выкидыш. А склизлый. Ну как вот, коровы абортируют, когда телёнка его взять нельзя в руки. Не тем кормили, его селосом кормили, пищей отравленной. Они не благовестники в этом вопросе. Благовестие должно быть чисто по Евангелии. Я ещё не в Евангелии, а я уже готовлю проповеди. Мысленно. Какая обстановка, примерно, я уже узнал. Там такие-то люди. На какую тему. И там, где совершенно с баптистами не будет сходиться, я спрошу, аудитория готова к этому, нет? Иначе просто побеседуем, какая погода у вас, и как убирает улицы чисто. Я не должен уступить никому. Меня хорошо приняли. Но это не означает, что я теперь должен уступить истину. Я должен её сказать. А вы не примете, да какие вы верующие. Вы должны выслушать. А примете, не примете, и я также могу не принять вашего. Но не принятие ни на упрямстве, а на основании Слова Божия. Повторяю, когда мы беседовали о втором пришествии Христа, баптисты привели четыре места писания в свою защиту. В защиту своего учения. Не знаю, откуда оно произошло. А я привел на память 72 места. Всё-таки разница есть. 72. Это что означает? Математика. И ни одному месту никто не противоречил. Мы даём такое толкование, которое не противоречит ни одному месту Святой Библии. А у них оно на первом шагу разваливается. Из ста бесед они ни в одной у меня не оказались победителями. Все отступились. И пронесли такую молву. Ой-ой-ой. Они же вначале давали мне слова, слова говорили. А начался, говорит, отток оттуда. И тогда запретили. Назвали опасное барнаульское учение. Они сроду не встречали, что православные по Библии они не верят. Они ради интереса привезли ко мне этого еврея на Ума. А вы уже поехали без него. А его что больше трону? Образ жизни моей. И когда шли дорогой, я ему такие слова сказал. Его это прямо буквально так что вы, пророк. Какой я пророк? Порок, а не пророк. Там прозорливый, а я прожорливый. Ну что, одна буква не так. Вот. Я ему привел на память есть такое небольшое эссе или рассказ у Льва Толстого после бала. Как? Там он говорит. Мы, говорит, своих невест облекали в броню мысленно. А вы, говорит, сегодня каждую раздеваете до нога. И я это привел, я говорю, вот идем на улицу, какими глазами, одному я говорю, человеку одному, а ты, я говорю, каждую идешь раздеваешь, он аж сдрогнул, это правда. Я блудник. И говорю, ну какое же у тебя покаяние было тогда? Опусти глаза, не смотри. Ты бы должен смотреть на нее, как на создание Божие, от которого славословие идет, а не зловоние. Она надушилась духами. Я был в монастыре в Одессе, там отец Андрей был, так она зашла, так как она прорвалась туда его? Он ее гонит кадилом, он этот полчаса кадил, говорит, пока все зловоние после него выгнал. Я видел монахов. Они рук не опускают и колени. Там вас с позолями. Господь, я просто с вами, брат, делюсь опытом. Вы можете что-то сказать? Да можете. Как основатель вот этой беседы вставить слово. Скажем, давайте одно место выбрали Писание, и вот, да, бейте, а так, там хорошее, вы говорите, хорошие батюшки, да, есть хорошее. А вы говорите, все плохие, да, плохие. Ну тут вы все по налям развели. Нам нужно узнать, что Бог думает о нас, хорошие ли мы или плохие. Мы все призываемся спасаться по Святой Библии. Господь не сказал, хорошие, придите ко мне, а плохие, идите зовите всех по изгородям, на перекрестке. Телефон. Телефон. Вот даже не слышу. Слава Иисусу Христу. Вот, я закрыл уши-то, мне приятно. Я еще расскажу, как потом, я много вчера снимков сделал, врач, который, прибор, прибор швейцарский, он был там, у него такие грамоты, он мне понравился, я ему книги подарил. Я говорю, самое ценное в этих двух встречах, что мы с вами встретились, я вам подарил книги. А это, я говорю, я пришел вам слух и зрение вернуть. Он разменялся, он такой известный, один из лучших, может быть, в Барнауле. Сурда, настройщик там какой-то, приборы, ой-ой-ой, он сколько воздвелся. А потом разговорились, у него мама героическая, совершенно глухая, с наушниками, и ученики у ней на Олимпиадах участвовали. Ну, то есть, прибор хороший. Он сделал слепок моего уха внутри, потом туда, как, чтобы точно попадало. Ну, ладно, хороший. Я дошел с той целью, я говорю, я все равно носить-то не буду. А он такой, а зачем же пришли, я говорю, меня привезли, ради послушания. Я буду надевать редко. Там, где крайняя нужда, крайняя. Я узнал, где нужда. В Греции, там, в Германии, где во Франции, если мы будем. Со мной, ну, еще, а Сергей-то ему говорит, он очень-очень экономный. Я говорю, вы скрыли от меня стоимость этого прибора, вы, я не скрываю, я вам дарю книги, я называю цены, не то, чтобы, ну, просто, почем мы где отдаем. И он удивлен-удивлен был, и смотрел, и я говорю, вот и встреча какая приятная. Приятный Александр Геннадьевич. Геограмма, ты там, видимо, из Швейцарии, все оборудование немецкое. Но это между делом. Меня интересует вот эта беседа. Как бы надо ее провести. Я, ну, это моя стихия, как говорят. я не тужусь, не надуваюсь, а так, как есть. И когда начинает и у нем пробуждать все это, они такие ревностные. Вот тогда был у меня, приехали они, баптисты, что у них обратился двоюродный племянник, главный идеолог СССР, Суслова, Михаил Андреевич, Атак Яковлев. А поехали они без него. Он у меня остался. Остался, яромонахом стал, от которого Кришнаит, или приписывающий себя к Кришнаитам убил. Вот. Это в моем доме они пришли. После одной беседы. А почему? А почему? Это, как же вы могли? Да ничего я не мог. Я просто молился во время беседы, открылся. По откровению они пришли. Еще домой ко мне не пришли, а я рассказываю сон. Говорит, два человека должны зайти, и один из них останется, а другой уйдет. И в это время стук в дверь, а они заходят. Я еще не закончил рассказывать, а они уже стоят у дверей. И в каком виде будут? Все, сразу Господь показал. Вот это сон, 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 сон от Бога. Когда его убили, патриарх Алексей Второй там соболезнования присылал епископу Антонию Красноярскому. Сила-то не в нас, а в благодати Духа Святого через Слово свое. А как они любят Библию, тут вопрос тогда просто. Старообрядцы без популсы. Разные, поморские, исчезованные, голбежники, дыртники, у них 50 названий или 52 теперь даже. Они имеют книги старообрядческие, которые писали приемлющие священства. С ними тоже надо беседовать. По Библии бесполезно. Он Библию не признает. Ну не признает, а что признает какую-то? Вот эту книгу. Я тогда беру за одно слово иерей глаголит. А где иерей-то? Надо объяснить, что такое священник. Я его к Библии потихоньку подтаскиваю. Из них бывают очень ревностные люди, когда обращаются. Конечно, они перейдут. Я их не тащу в Московскую патриархию, а рассказываю, в Московской патриархии есть единоверческие, где от патриархии ставятся священники. Ну, чтобы его не трогали за двоеперстия, сугубо и аллилуйя. Вот. Вот на одном слове иерей. И они трогаются. Ну, это надо знать. Лакмусовая бумажка, так называемая. Опустил в раствор, она синяя сделалась или красная. Ты понимаешь, там щелочь или кислоты. Это работа большая работа. Вопрос такой. Протестанты вообще или баптисты, у них есть память смертная? Они говорят вообще о смерти? Говорят что? Говорят ли они о смерти баптистов, там другие протестанты? Знаете, у них есть и стихотворения, ну, опять же, у меня опыт уже устаревший. Новые, которые баптисты, они абсолютно не похожи на тех, которых я знал. Те любили слово Божие, а эти не любят. Они не любят его. Два-три места писания и все. У них пистопение, они мурлышат, как кошки на заборе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Они там на мотив поют Катюши, а то и Марсельеза. Просто я знаю о смерти говорить, а что о ней говорить? Я спасен. Спасен я от блуждания пытливого и гордого ума. А как раз в этом-то и тонет. Спасен. А ты спасен, докажешь, ты мог отвергнуть толкование церкви. Вот тут собеседник с Александром правильно все сказал. Правильно. Именно это подвигает сокровище православия. Это ее соборы канона и толкование церкви, рукоположение. Вот это все. Все. Это нужно раскрыть. Вот эту красоту единения с церковью апостольской. Ну, я просто знаю. У меня вот такой вальяжной беседы с сектантами или или чтобы со смехом как Олег Синяев с мусульманами. Не то, что не было, ну, это пустое занятие. Как это так? Это самый напряженный момент. Вот во время шахматной игры, когда закончится матч, матч заканчивается там, на 3 килограмма сбавляет веси. Такой и такой напряг. А это беседует о жизни, о смерти главное. Ему местописание дать нужно. И дать его правильное толкование подтвердить двумя-тремя местами Писания еще. И показать другими местами, которые он берет, что они противоречат этому месту Писания. Разговаривать нужно очень серьезно, напряженно. Буквально полыхающее пламя должно быть видно. И они это понимают. Мне вот постоянно говорят, ой-ой-ой, сколько же в вас энергия. Энергия. Это мне следователь говорит, пришел с несколькими кандидатами наук, я сижу в морозилке, меня оттуда вытащили и допрашивают. А я про себя думаю, о, какой стержень крепкий. Я думаю, ты со мной на свободе поговорил бы. А я боюсь переквалифицировать статью 190 на 70-ю, она срок в два раза увеличивает. одни так, я не боюсь, ты, я скажу, он мне, я ему врежу. Никогда не думал. Я и со следователем говорил, в полный рост, и нигде не лебезеял перед ним, но он чувствовал, что он здесь ничего не сделает. А на свободе когда я а там-то что, пытка вопрошала, а боль отвечала. Это, кажется, Саванарола еще сказал. Чтобы знать беседовать с сектантами, я должен знать абсолютно их учения. Они не знают православного учения со стороны еретиков, сектантов, этих, протестантов. Они не знают православие, не знают и не изучают. Да, встречаются иногда, редко-редко. Ну, с одним, с таким одно удовольствие беседовать. И он не переходит. Ну, не переходит, главное, он знает, а дальше будет видно. И наступает момент, где, наконец, вот это их неправда, ложь, лживое толкование перебарает все. И он говорит, нет, братья, честно расстаюсь с вами, вы хорошие, все учения наши совершенно не по Евангелию. Я встаю с вами, вы мне остаетесь близкими, близкими. Все, что во мне хорошее, я у вас здесь получил. Но истина все-таки не здесь. Истина с Церковью Христовою. А это не Христова Церковь, спустя 16 столетий возникает заново. Новый алтарь, новые молитвы. Да откуда вы писание там взяли? Каноны утвердили, соборы, а вы их не признаете. Не по-честному это. Они его провожают как достойного настоящего труженика. Питер Гилквист «Возвращение на родину». Это как раз вот такие люди. И, конечно, образ жизни твой должен подтверждать. Они сразу начинают подыскиваться. Вот, об отце Геннадии. Да это вот он такой, это утонул там где-то в блуде или в пьянстве. Со мной беседовать один баптист, Михаил, с Америки. Я говорю, да нет, это он не такой. Да какой он не такой, я знаю. Ну, ты прочитай его биографию, посмотри. То есть шаблонное, стандартное, такое же, как у православных. Здесь не подходит, потому что он любит Бога. Только поэтому. А предположить, допустить, что он именно верующий, ищет истину и нашел ее, и увидел их заблуждение, он даже не предполагает. А я беседую с тем, кто ушел из православия. Я должен увидеть это, увидеть, что он не увидел в православии самую сердцевину, корень. А у баптистов увидел то, что у них хорошее, что они добрые, они собираются. Вот. Это надо сразу разложить по полочкам. В противнике найти хорошее. Вот эти, когда беседуют, Тамара, Анна, Садессета. Они там не простые были. У отделенных, баптистов, отделенных. Эти ни в каком грехе не замешан. Они их таких за святых считают. И они, когда услышали, что Геннадий, который вот, Кришнеиду убил Яковлев, Геннадий Михайлович, рассказал, что встретил Барнаулю и православного знает Писание. Они говорят, мы сразу стали молиться, узнали, как звать, а какой. Сначала даже не знали, кто. И стали молиться, что в православии знает Писание. И проповедует, говорит, везде. Мы так обрадовались. И что, они стали все православными. Наступил момент, они приняли крещение. И они сейчас, ну, уже, ясное дело, уже пенсионеры. Вот у меня много выставлено с ней. Тамара беседует в Одессе. В роликах здесь. Фотографии. Фотографии или видео? Видео. 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 И не одно, и не два, а много. Мы с ней беседуем. Она, как раз, жена этого убитого. Ну, она такая, как говорится, фиктивная жена. Ему нужно было положиться. Как называются, как называются ролики? Ну, Тамара, может быть, слово Тамара, а ее Тамара, она умного, а потом, якобы, я калифон был, а она ему, ну, жена, только по названию, она не была с ним. И она не для этого вышла, чтобы его рукоположили. Он хотел очень. Очень сильные беседы, мы беседуем о нем, и она рассказывает, как они посещали заключение баптистов, как ей пришлось погружаться в воде, в ледяной быть, от охраны прятаться. В ледяной воде лед. Одна голова, она вдвоем. Ее не заметили. И не простыло, главное. И дальше, как их грабитель-убийца встретил, и как что было, когда они посещали братьев баптистов, как Бойко судили Николая Евграфовича. Это вот в прошлом году, в 2013-м, 2013-м, мы в Одессе беседовали. Там несколько, я сейчас не знаю названия, но просто зарядите, они, видимо, подряд идут, ролики эти. Я их по плейлистам, можно даже поискать. умного Тамара, Тамара. Беседа с Тамарой, наверное, вот так. Очень интересные беседы. Она больная, болящая, я ее поднял буквально. Поупрекал, что ты лежишь, я говорю, ты что делаешь, что ты лежишь. Болезнь, приходит смерть, и смотрит, короче, кто лежит. А ты легла, уже заранее подготовилась. Это же, ну, сел, вот сидишь, подушкой подперлась здесь, а потом встала и пошла. Да, это я видел, я видел видео. Я смотрел. что больше этого не видел. Там молодая девушка, за ними ухаживает, видит подписать ей квартиру. Потом Анна пришла, это вторая ее подруга. Вот, они пришли. И она говорит, вот вы раньше говорили, как-то не так, в православном не были так. Как не так? Так я и был, вот у меня сохранились записи, ну, дескать, вы были как-то тогда более снизу, нет, это вы из Баптиста. Зачем я буду вам говорить, для вас не нужно это? Но я и тогда не скрывал, что все неблагополучно на всех фронтах. А вот эти все подробности, что гонение, там на меня другое, ну, я вам сейчас открывал. Они, да вот мы пришли, а вы столько говорите, потому вы и пришли, что я все говорил. Я в Библию поверил, потому что она не скрывает ничего, ни о грехопадении, ни о грехе Лота. И я понял, эта книга истина. Она не скрывает, ни подглаживает, ни марафетит. Вот у меня такой настрой в душе был. Геннадий Тихович, ну, вы пойдете, когда в храм-то, пойдете, да? Да. Вы не выключайте компьютер. Да, я слышал это уже. Я не буду выключать. Да, собственно, когда без батюшки, я не выключаю. Так, не выключать, это примерно на сколько, хотя приблизительно. Это что, пять часов? 301 минута. Это, может быть, неправильно показывает? Это неправильно показывает. Неправильно? Ну, там часа два, часа два будет качать. Главное, когда вернутся, что я к тому, чтобы, ну, свернем, чтобы и Виктора там не задели. Они, бывает, забудутся и ткнут в этот храм. Вы все сворачиваете, вы делаете, что хотите, главное, не отключите ее. Да, я не отключаю. Вот они, я вчера побоялся. Даже лег спать, вспомнил их, чуть заново не включил. А что, думаю, все равно выключили. Неудобно, думаю, я утром извинюсь. Я стоял рядом, ну, глаза-то мы не туда смотрели. Да я еще закапываю тут, это, для очистки. Это не лекарство, но тормозящая жидкость, тормозная жидкость, говорит, болезнь затормазывает. Не вижу, в глазах, как песок насыпанный. У меня то же самое. Ну, вот, видишь, мы тут чем-то похожи. Боль позвоночника мне немножко известна, когда операцию делали. На позвонке у меня еще две грыжи осталось. Ну, неумеренная тяжесть, носил настройки. Бог так делает. Ну, я... Ну, ладно, я тогда... Ладно, тогда все, я... я не знаю, вот это... Сами отключите, еще отключите. А основной я сверну. Пока. Да там можно все выслушать. А? Ну, ладно, сейчас я сам. Ну, да, делай так. Там можно все. я сейчас глазок закрою и сверну. Или сам сверни, чтобы я... Вот. Зайти туда. Мне надо очистить. Очистить этот... рабочий... Вот. 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 Продолжение следует...